Друзья, всем привет! И сегодня мы с вами будем разговаривать о картах ДВЖ Болгарии. Где-то около, наверное, месяцев 8 назад мне позвонила одна женщина из Бургаса с таким вопросом, что они с мужем получили 3 года назад карты ДВЖ и не знают, чего теперь с ними делать. Хотели они переехать в Германию, и у них это не получилось, потому что они не понимали, как вообще с этим работать. Соответственно, запрос был проконсультировать ее, что делать с картой ДВЖ. Напомню, друзья, после 5 лет проживания в Болгарии вы можете получить карту ПМЖ или карту ДВЖ. Карта ДВЖ – это долговременное жительство в Европе. Значит, что произошло? Женщина, получив карту, пыталась всевозможными методами уехать и, соответственно, не получила ничего практически. Результат был нулевым. 3 года они прожили с мужем в Болгарии и после этого решили обратиться ко мне. Ну, реально, из-за чего так произошло, да? Люди не читают нормативные документы. Я ее спрашиваю, как так получилось, что вы не понимаете, что за документ вы получаете, да? И как с ним обращаться вообще? Но она мне ответила на это, что она ходила по форумам, значит, там все сказали, что это лохотрон, что значит с карты ДВЖ Болгарии никуда не уедешь. Ну и, в общем-то, хаяли ее там всяко-всяко. В общем, мне пришлось 2 дня изучать эту тему. Вот. Произучала я ее. Взяла нормативные документы Евросоюза. Слава Богу, что меня, мое государство, научило читать правильно финансовые и юридические документы. Вот, друзья, у нас уже светет сирень. Вот. Вот так вот. Напишите, пожалуйста, какая у вас погода в вашем регионе, в вашем проживании. Вот. Значит, я прочитала нормативные документы Евросоюза и сказала ей, что делать. В общем, у нас с ней ушло буквально 2 недели. Потом 2 месяца на то, чтобы... 2 недели на подготовку, да, и 2 месяца на то, чтобы окончательно переехать. Переехала она, правда, не в Германию, а в Австрию, потому что у меня на тот момент в Германии не было таких партнеров, готовых ее там встретить и принять. Но, тем не менее, она переехала. Ну и не далее, как вчера, звонит мне женщина из Красноярска и говорит, нет ли у вас, Светлана, какого-нибудь партнера в Италии? Хочу в Италию. Ну, мы с ней стали разговаривать. Спрашиваю, какой бюджет на переезд. В общем, ее бюджета на переезд реально хватит только на Болгарию. Италия, ну, можно было бы еще 2 года назад ей предложить вид на жительство в Италии через Южный Тироль. Но сейчас, к сожалению, тоже с этим очень большие сложности. Вот. Ну, разговорились. Я говорю, у вас бюджета не хватит. Ну, она мне, ну, как мне тогда поступить? Я говорю, приезжайте в Болгарию, получайте болгарские документы. Через 5 лет получите ДВЖ-карту и поедете себе в любую страну Европы, куда хотите. Как у нее тут поднялось, значит, она, вы что мне предлагаете? Какая карта ДВЖ? Я же уже по всем форумам прошлась. Я же уже все выяснила. Меня же уже эксперты проконсультировали на форумах, что это все лохотрон. В общем, гнище у нее конкретно пробило. Она меня таким говнищем залила. Я говорю, вы знаете, мне в таком случае с вами в таком тоне неинтересно разговаривать. Выговорю меня, извините. И трубку положила. Час проходит. Пишет мне СМС-ку. Светлана, извините. Значит, я тут что-то была не права, погорячилась. Ну, вот вам ссылки на двух блогеров там каких-то. И вот вам ссылка на пост в Фейсбуке. Значит, ну, посмотрела я этих блогеров. Больше трех минут их слушать невозможно. Потому что блогеры такие пургометы, такую пургу несут. В общем, я пошла на Фейсбук. Думаю, ну, может, там что-то. Значит, женщина выкладывает пост на Фейсбуке. Получила карту ДВЖ, хотела уехать, значит, в страны Шенгенской зоны. А с меня, значит, там потребовали визу. Ну, вообще-то карта ДВЖ дается не для того, чтобы ездить без визов в страны Европы. У нее вообще другое назначение. Ну, то есть, вот, и там такие же, значит, комментаторы собрались, пишут ей, вот, да, это такой лохотрон, это все такая фигня, по ней никуда не уедешь. Я ей перезваниваю. Говорю, вы знаете, вот вместо того, чтобы заниматься ерундой и слушать всяких бабок с рынка, да, которые вас там консультируют по всяческим вопросам, вы возьмите лучше и сделайте следующее. Возьмите нормативные документы Евросоюза, относительно карты ДВЖ, прочитайте их, проработайте, и вам все сразу станет понятно, для чего эта карта, какое у нее назначение и как по ней уехать жить в Европу. И все, в общем-то, вот. К чему я это все вам рассказываю? К тому, что я вас призываю, обращайтесь к экспертам, не надо ходить на базар, где вам бабушка расскажет, как надо, значит, там это, переезжать в Европу без виз. Карта ДВЖ право безвизового въезда в Европу не дает. Она используется для того, чтобы получить право на жительство в другой европейской стране. вот это нужно понимать. В общем, друзья, кому интересно работать с картами ДВЖ, пишите, пожалуйста, я вас проконсультирую. Вот. И дальше посмотрим. Если у вас есть какой-то план переезда, бюджетного переезда в другие страны Европы, это можно сделать через Болгарию. Не нужно ломиться там сразу в Испанию, там, не знаю, во Францию. Если у вас с деньгами все в порядок, так это понятно, что вы и так уедете. Я вам буду не нужна и все остальные. Но когда, извините, у вас денег хватает на Болгарию, а вы мечтаете жить в Швейцарии, ну, это вообще очень странно. Да, это все останется на уровне мечты. Поэтому, друзья, всех люблю. Привет вам из солнечной Болгарии. Пока.